Пацаны, всем привет! Наконец-то настало время найти этому бойцу нового владельца. У нас был плодотворный год, что мы только с ним не делали. Машину мы приобрели в свое время под снежником и что только не делали, все делали, естественно, своими руками. Два раза потом ездили в Санкт-Петербург, несколько раз я ездил в Мурманск. Машина реально выручала, но, естественно, не без поломок. Тачка мне по-своевски дорогая, поэтому хочу найти толкового нового владельца. Так вот, парни, покупателя мы нашли, скоро мы его встретим. И вот мое объявление на сайте Авито. То есть, вот машина, фотографии, цена 330 тысяч рублей, пятый год, описание. То есть, я написал все как есть, 180 пробег, то есть, как по пробегу. Так вот, также мне через этот сайт, естественно, как есть кнопка позвонить, также и писали, спасибо вам за большое, за приветы. То есть, я там отвечал, но также, конечно же, просто люди интересовались данной моделью. Я все так же, в принципе, описывал, что машина требует неких вложений, возможно, и так далее. То есть, все как есть. Рейнжовер, в принципе, не так быстро продавался. То есть, долгое время висел на Авито. Только из-за того, что сам аранжовер, именно тот автомобиль, это не совсем ликвидная машина. То есть, это все, в принципе, понятно. То есть, для того, чтобы его купить, надо реально вылюбиться. Ну и, соответственно, мы сейчас поедем и будем встречать, так сказать, нашего покупателя. Блин, ребята, в восемь утра, спасибо большое, блин, встали. Здорово. Здорово. У меня бутербродики, ну, как свежие, только вот, по вчерашему, вчерашему. Горбуша, горбуша, да. Хорошо, давай, да, побьем чай, отдышимся. Вот, чай. Все, хочешь не хочешь, я должен сейчас вдуть этот стакан. Ну, я надеюсь, доехать, но, в принципе, какие-то, может, если будут, не уверяйте. Ты похудела, да, с бетоном еще? Я маленько, да. Ты тоже с аранжовом похудела? Есть такое дело, да. Давай, Коля, если что, ну, пейте, пейте, что ли. Спасибо. Красная рыба, Саня, Сокол, Усумба. Спасибо за подгон. Да, я тебе буду включаться и дню, это все просто съездка себе целиком. Ну, зачем мне жил? Интересно. Здесь вообще пустота, вот здесь. Просто можно еще сколько кнопочек поставить, да? Один ключ или два? Нет, два. Ну, это там, это дома приедем, идти сюда. Ну, просто баржа. Там масла хватает, да? Доехать. Какого? Масла хватает доехать до Апатитов? Ой, до Акировска. Да, конечно, ничего. Ну, что, да, туда, туда. А, подожди, да, пофиг уже, уже пофиг поехали. Нет, но пропусти его. Мы путили, поехали. Нет, не у нас. У вас все спать? Да нет, не сказал нас, что спать. Давай, я вам, пожалуйста. Я просто закомментирую, скажу так. Хорошо. Сейчас я тоже закрою. Сейчас держав. В общем, парни, получается, сейчас Рома встретили, попили чай с бутербродами с красной икрой, все хорошо, настроение нормально, все выспали. Сейчас получается, ну, сколько, полдеятого утра. То есть, в принципе, как раз то время, когда можно начать какие-то делать дела. Сейчас мы едем в город Киров, Рома сразу сел за руль, пускай почувствует, вообще посмотрит, нужен ли ему этот автомобильский, сейчас, ну, мало ли, всякая всегда бывает жизни. Доедем и там уже будем думать, что делать дальше. То есть, какие планы и так далее. Рома говорит, что вроде как ты два дня, да, будешь у нас здесь? Да, два дня. Два дня. Сейчас походишь, на гору залезешь, то есть, экскурсия к нам в гараж, задерживая, правильно? Обязательно, вся программа, то есть, с вашей ямы и до гор, все сверху вниз, снизу вверх, все изучим. Сейчас доедем до гаража, мне нужно будет с видео поработать. Плюс в 2 часов туда в МФЦ ехать. Вот, потом, в принципе, я буду свободен где-то. В 4 часа у нас. В 4 часа у нас запись в ГАИ, в 3 часа у меня парикватерская. То есть, если я все успею, то я думаю, что... Ты же сказала, прямо это направо? Может прямо ехать, а потом, я не знаю, вечером, я думаю, у вас третийся, опять же, в гараже и просто посидеть, поболтать, так сказать, отдохнуть. Там еще парни подъедут, поэтому, скажем так, познакомишься с ними, скажем так, с нашей командой, с нашим коллективом. И так думаю. Обязательно. Да, то есть... С радостью вообще познакомлюсь. У тебя камера, ты снимай, конечно, все, что хочешь. То есть, дело твое. Ну, мы тоже свой ролик снимаем. Мы сейчас прием в гараж, я тебе расскажу немножко по машине, хорошо? То есть, что, как, какие нюансы, какие минусы, и вообще что-либо надо вкладывать. Вот ты видишь, у тебя что-то горит? Конечно, он моргает. Если честно, я ездил, у меня ничего не моргало. Не моргало? Нет. Тут надо именно принорвиться, значит, ты должен понять машину. Ну, я подробно, но с БХ и право-право, среди мои. Сейчас, подожди, не призми его. Направо, направо. Давай, давай, направо. Пропущу? Да, конечно, пропущу. Сейчас, к чему-то же горится, направо охуяне. Джентльмен. Моргает. Здесь насколько у нас мир теснит, что в другом городе встречаешь человека, которого ты хорошо знаешь. Да, кстати, вы бренд, вы во сколько встали-то вы приехали к восьми в другой город, считай. Ну, в семь часов до 20, я вот как сам встал, до 20, приготовился, нарезал бутики. Блин, от души вообще спасибо. Смотри, чек мигает из-за чего. Я начал раньше грешил Лаванов, думал, что свечи, еще что-то. Суть такая, что здесь из-за того, что правая голова живет масло. Именно правая, левая, вообще идеальная. Дымы же за ним, но только справа трубы. Так вот, я так понимаю, что, ну, как одна из причин вероятных, это залегли кольца. Возможно. И дело в том, что, когда маленький оборот двигателя у тебя, у тебя масло не догорает, скажем так, она попадает у тебя в цилиндр. Не сгорает, и поэтому у тебя неправильно работают распредвалы. То есть, выдают ли меня по ним ошибку. Понимаешь? То есть, если ты нажмешь газ, если у тебя будет от 2000 оборотов, ошибка сразу в моментале пропадает. То есть, машина едет в идеале. Поэтому ты, когда вот спросил, как обратно ехать, какая скорость? Я говорю, 120. 320, у тебя получается 2500 ровно. Идеальный режим. Просто выставляешь по дороге. Ну, инспектора, я думаю, по-другому будут думать, да? По дороге. Слушай, ну, как обычно, все спилены тро врут. Здесь примерно на 10 тоже можешь убавлять. Не, я, конечно, я под GPS посмотрю, потому что обычно на 10 километров выше показывают. Да, то есть, ну, вот, по крайней мере, для машины по расходу 13 с половиной получается на этой скорости, и она не жрет масла. Поэтому, если ты едешь больше 120, она начинает сразу есть масло. В том, чем на 10 вся машина разбирается. Ну, ключ на 10, отвертка и свечник, все. Для замены свечи больше ничего не нужно. И плоскогубцы, да? Плоскогубцы обязательно капот дергать. Тебе, кстати, тебе тоже надо научить, типа, смотри, ведь еще не каждый сможет издевать. Значит, торжественное вручение, передача ключей, денег. Прошу обратить внимание, что 10 тысяч рублей мне с Мишей еще скинул. Я даже не просил, сам человек, получается, домкрат покупаю и капот, да, получается. Купи трос, домкрат. На всю, в общем, вот эту мишуру, которой не хватало в прошлый раз, там, якобы. Ну, получается, да, ну, может, аптечку, дотушитель, то есть, изоленту, если что, палец замотать, да, если повредить. Ну, по крайней мере, ну, вот так. У нас, видишь, общак, какой, общак, говорю, домкрат здесь, допустим, в общаке, то есть, ну, как-то вместе пользуемся. То есть, один добротный на два гаража, вот, поэтому я просто говорю, вот, двое суши скинуло, а ты, собственно, на эти деньги купишь просто, и не будем мучиться, то есть, мало ли, да, что понадобится, и так далее, поэтому, честно, просто ближайшая заправка. Вот, теперь я счастливый обладатель рейндж-ровера. Давай, с приобретением. Спасибо. А я буду сейчас искать себе налог-станки. Японского производства, да? Выроспал сначала на камне, потом жена посвятовала, все-таки, говорит, нужно повыше машины и полный приворот. Ну, ты побольше имеется в виду багажника. Поэтому, как бы, еще как вариант Outlander, который, второй кузов. Ну, как вариант. Я хочу трехлитровый, и на автомате, чтобы было. То есть, если найду, буду добавлять, торговаться, и тоже, так же, наверное, приобретать какую-то машину в будущем. Ну, это все увидим, да? Да, тебе огромная удача. Огромная удача доехать. Самое главное, надо дома. Это пригодится, да? Да, ну, я бы, ну, или ты рискуешь. Я рисковал тогда, когда я ехал тысячу кому-то в сторону, да? Ну, сейчас лето, в принципе, если что, и уж не замерзнем. Как минимум, да, хотя бы с этого ночи пока еще. Поэтому, в этом плане, да. А так, сильно не гони. Каждый раз, когда я на нем ускорялся, ехал быстрее, или кого-то обгонял на обгон, всегда происходила поломка. Когда ездил потихоньку, ничего не случалось. Ну, темп держать, в общем, стабильный, да, вот крейсер с скоростью 110-120, да, и все. И это, удача будет на моей стороне, получается. Да, ну, а приключения твои по поводу дальней поездки, мы, естественно, потом уже посмотрим на твоем канале. Ссылку я оставлю на канал Ромы в описании. Рома, го, правильно? Роман, го! Роман, го, да, вперед! Ладно, так сказать, я тебе при деньгах, можно это дело и я отпраздновать. Да, там тортик, да? Паты, торт, чай. Парни, здорово всем, вот, получается, приехали к Toyota Lexus дилеру. Здесь, получается, также продажа бэушных автомобилей с пробегом. Так вот, будем искать наш Outlander, который мы видели в объявлении, который, к сожалению, не купить из-за того, что его забронировали. В общем, умеет 500 тысяч даже вот такую машину не приобрести. Спарта, видишь. Даже вот такую не приобрести, не говоря, вот, даже, знаешь. Знакомые вкусили в гараже, просто, поэтому, вот, это частный гараж, этого есть парни. Не, еще надо там. Инструмент? Да, не, нормально. Балака есть. Слушай, масло откуда? Какое-то. Наливаю пол-литра, короче, на 7 тысяч. Ну, это не с двигателя, да, получается? Ну, это или с сальника, либо с коробки. А сколько получается? Ну, подолчо ходит, конечно. Вон там шланг гора, еще мокрый. Рулевые минины, стойки стабилизатора минины, шаровые минины. Ну, что-то по передней подвеске что-то делалось. Бойщи 4. А, там он даже показывал. Он говорил, да, делал. Какие-то эти. Слушай, японцы, ну, я все это же часа, да, вот с этим. Ну, с любым проектом, который у нас был. Ну, да, вот братья все немцев, вага, там, варшет. Там просто новое дно. Новое. Здесь, посмотри. Даже так же все эти машины, все из Питера, с Москвы приехали. Да. Ванна была, ну, допустим, пороги, да, они все. Ну, да, вот здесь, да. Все очень хорошо видно. Да, то есть, вот, пожалуйста. Здесь еще удар какой-то был, да? Не, ну, в принципе, как бы, сверных швов я не вижу, пока не видно. Пока не знаю. А, видишь, что не хватает там? Ага. Что-то клее-калерное. А, вот эта херня, смотри, вот, видишь, она с этой стороны, палочка. А здесь она просто открутилась на бок. Там кронштейна нет с этой стороны. Помнишь эти болты твои любимые? Все, их никогда не выкрутить уже. Ну, где-то. Ну, вау, идти-то вообще-то просто. Слилось просто. У нас 8200 какое-то. За 4 метра я здесь не выкрутил. Да не может быть. Да, возьми этот, у нас есть, посмотри, по калькулятору. 8200 у меня надо. Понятно, кажется, что. У нас коэффициент не выкрутит. А сейчас нормально все, да? Все деньги интересные, да, раскладываются? Ну, как? Потому что, как бы выкрутил. А не снимается, наверное, да? Я думаю, нет. Нес, вроде это. Почему не поставили, Юрий Турманович? Почему же, Юрий Турманович, почему не поставили? В Лондон, или что? А? Да я вам не купил, конечно. 550, что он скажет. А, да, и все, каталог. Это край, да? Нет. 503. Тих-тих. Однако, кинус, привет! Времени спрыснут наверно Вот так работал Если просто авария произошла бы Он будет тебе не сработал Ну давай прийти я сейчас смотри Ну давай То есть он должен сразу Смотри Ладно чтоб не пикало пристегнемся Есть только Темнее что то здесь внутри Мы их делать шлейф видимо Не на ремень у тебя не работает Я кондей работает? Нет Да я посмотрел там фишка вломная Возможно не до какой А где? Снизу да где-то? Возможно снизу не включена Сваритель Вот Кондиционер Подушки Подушки Угу 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 По крайней мере мы его посмотрели Есть от чего Отталкиваться Но есть чем сравнивать В будущем То есть если какой-то другой уже будет стоять Будем смотреть И наблюдать Навигация начнет Машина по ходовке Машина по ходовке не стучит Двигатель работает нормально Ну именно имеется ввиду По тяге заводится нормально Коробка тоже без ошибок Работает Пинков ничего нету Но у нее очень печальные фары Прям сразу отталкивает Плюс у нее очень печальная ЛКП по кругу Машина полностью крашеная Сейчас секундочку Извиняюсь Алло Вы еще блин Не стесняйся Что в Мурманске Надо Вы блин Звоните Чем рады Тем поможем Блин У тебя что постоянно пикает Здесь Разговаривать Мне вообще не скучно Постоянно Какие-то лишние звуки Здесь в машине В общем Поехали в Кираск Посмотрели сегодня два Outlander Один из них Заблокирован На два дня То есть если Его не продадут Менеджер салона Тойота Это Лексус мне позвонит Я приду соответственно Всего не куплю Вот такие дела По крайней мере Открою прокачусь И уже буду от этого отталкиваться Второй вариант Который золотистого цвета Он хоть и дешевле стоит На 70 На 60 тысяч рублей Но Печальный Печальный по фарам И печальный по кузову Это реально отталкивает Все-таки Ты выбираешь глазами Красный проект Я вырежу висы Это Да ты так Вы Меня под кирпичом И посплошного хера Света Снимал Так что Понравься Телсандр Ну скажи Вообще нет Ну блин Я тебе говорю Вот если бы он черный был Наверное может ржавчину Можно вот этот Просто что у тебя А что ты на рулю Гордан управляется? Нет Она просто сама заткнулась Ана тебя услышала Вот Если бы не желтый То еще Бог ты с ним Ну не золотистый А вот Черного цвета Давай заеду Заеду На эту? Ну конечно Все Заправляться На рубрика В общем парни Мы посмотрели Олтсандр И также его, естественно, пробили по автотеке И то, что, в принципе, было написано в описании Все одно и то же Так как все-таки машина, опять же, эксплуатировалась в Санкт-Петербурге Это, собственно, коррозия Как в подвеске, как под ничью Так и, собственно, по всем элементам Далее, также было в автотеке написано Что было небольшое какое-то столкновение Возможно, да То есть, опять же, об этом свидетельствует Что вся машина по кругу перекрашена То есть, какое было столкновение, в принципе, неизвестно Сильное, не сильно, но оно было, по крайней мере В общем, состояние самого автомобиля Так же и пробег соответствует отчету То есть, все верно Я по поводу этого автомобиля торопиться не буду Приехали с Мурманска В принципе, знаете, которые бывают, что приезжаешь Какой-то дороге, пускай ты ездишь за любым автомобилем Пускай не зовут Леннером И все-таки есть, у меня есть такое, доля переживания Что я опять остался без автомобиля, то есть, я еще не купил Я опять в поиске Поэтому будем искать, буду не торопиться Мне нужен более, наверное, все-таки В лучшем состоянии автомобиль Пускай это будет, стоит дороже или дешевле, без разницы Пускай это будет другая машина Но надо, чтобы все-таки она была без вложений Поэтому с этим Аутландером торопиться не будем Ну а с черным, как повезет Вот такая ситуация По поводу того, что Почему, говорит, ты не возьмешь Toyota Camry Парни, я хотел Toyota Camry Я просто как-то вечером пришел домой Сообщил любимой жене вот эту новость И она сказала, говорит Зай, не выделывайся Нам нужна машина попрактичнее Все-таки, как-никак, мы живем на севере Нам хотя бы нужен полный привод и побольше багажник То есть по факту все правильно Так и надо Поэтому поиск продолжается Я пока без машины То есть имеется в виду Без той машины, на которой можно ездить Реально каждый день Которая будет приносить более-менее какой-то комфорт Вот такие дела Спасибо всем за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok